За 11 дней до выборов президента США два важных в электоральном смысле американских штата сменили политическую ориентацию. Сегодняшние результаты исследований CNN говорят о том, что Флорида и Невада снова перешли в категорию спорных штатов. Последние недели оба они были отмечены на предвыборной карте светло-голубым цветом. Это означало, что большинство их жителей склоняются к кандидату-демократу. Теперь же преимущество Клинтон во Флориде и Неваде резко снизилось до уровня статистической погрешности. Тем не менее, даже если все штаты, которые сейчас рассматриваются как спорные, а это Аризона, Флорида, Невада, Огайо, Мэн, Небраска, Северная Каролина и Юта проголосуют за Трампа, он все равно наберет не более 266 голосов выборщиков, а Клинтон не менее 272. Необходимое для победы число выборщиков, напомню, 270, то есть Клинтон, по идее, побеждает даже при самом неблагоприятном для нее сценарии. Это демонстрирует и сводные показатели ресурса RealClearPolitics. По данным этого исследования, Хилари Клинтон опережает Трампа в общенациональном масштабе на 5,7%.